Девушки отдыхают Это Мартин Боргартс Мастер-класс сегодня у нас по художественному... По ходу за обувью, да? Если ты позволишь, я представлю нашего гостя Мартин Боргартс, он генеральный директор Основатель компании Боргартс Батлер Здравствуйте, Мартин Здравствуйте Ну, во-первых, рад вас видеть Второй раз мы с вами встречаемся непосредственно с моим участием И, как всегда, я понимаю, что что-то будет неожиданное Скажите, пожалуйста, что мы будем делать сегодня? За окном у нас осень, дождь И хочется, чтобы обувь была всегда, ну, как говорится, камильфо С чего мы начинаем вообще? Расскажите историю вообще Как люди стали чистить обувь? И почему они ее чистят? Надо чистить обувь, потому что, если вы хотите, что ваша обувь будет жить много Или долго Надо много продуктов, надо много делать Чтобы они много лет может вам Служило, да? Да Понятно Мы начнем с какой? Ну, наверное, для того, чтобы уважить всех девушек Мам, бабушек, ну и, конечно же, наших дочерей Давайте начнем с женской обуви Почему? Как правило, женщины обращают внимание в первую очередь на мужчине на обувь Говорят, что... А где мужчины не обращают на женскую обувь? Уходи Ты знаешь, я, как правило, смотрю на глаза и на ум Понимаешь, если женщина знает пятую симфонию Малера То она просто покорила мое сердце Итак Вот вы выбрали, я смотрю, женскую обувь Вы начнете с самой сложной, по-моему, обуви Поскольку, мне кажется, это замша Мы начнем с самого сложного Это наденем перчатки Потому что при косновении к этой замечательной... Почему перчатки? Обязательно нужно делать это в перчатках? Не обязательно надо Но это не ваша обувь Вдруг это обувь моя любимая Я хочу из него подарок Это исключение Это все остальное обувь из перчаток Вы можете делать без перчатки Но если надо делать очень быстро Может быть, есть чуть-чуть крем в руки Так, чтобы не испачкать, да? И этот крем очень хорошо Вы можете... Намазать, да, на перчатки? Да-да-да, очень быстро идет Ну, если вы очень быстро хотите идти Надо, может быть... Замечательно Хорошо, берем, значит, обувь Вот у нас сегодня... Это замшевая обувь, насколько я понимаю Итак, что нужно делать? Какие у нас есть ступени? Какие шаги для начала? Что вначале нужно сделать? Ну, очень-очень осторожно здесь Потому что этот стил обувь Очень... Чистить обувь сложно Это не сложно Сейчас они очень чистые уже Что надо всегда делать Смотреть, если есть здесь Что-то-нибудь грязное Есть чуть-чуть До этого есть... Щетка Это шетка И я это делаю здесь Потому что... Замечательно Пока Мартин это делает Я скажу, что непосредственно Первая чистка обуви Произошла в Египте древнем Представляете? Да Великая Клеопатра мечтала Быть не только модницей Не только великой Главной любовницей Конечно же, исторической Но и самой ухаживающей за собой Женщиной Именно она, кстати, придумала Вот какие-то прообразы сапог И именно ей рабы Чистили Ну, практически до блеска А как вы видите Здесь вода нет Это очень хорошо Потому что Вода там, да, такая Не впитывающая Вода ничего здесь И это очень хорошо Потому что в дождь Не очень удобно Да, это... Но это все-таки, наверное Такой вечерний вариант Когда выходишь на коктейль Может быть, на презентацию Может быть, еще куда-то То есть в такую погоду, как у нас сегодня Не надеваем Резиновая обувь только подходит Лучше, да Вот Там, вот Не очень грязный Только чуть-чуть Нос Да, этот нос Ну, вот вы чистили пыль щеточкой Да, что дальше? Да, но есть до этого Этот маленький щетка Ой, это моя любимая щетка Потому что я ей чищу всю свою обувь Потому что у меня вся обувь Либо из ноутбука Либо там замшевая обувь Я очень люблю такую обувь Да Этот Не очень удобно Это металлическая основа Это металлическая основа Это только когда есть очень-очень грязные Какие-то фрагменты грязные Только ее пользуемся Берегите, пожалуйста, обувь Да, потому что вы видите Как я делаю Остаются следы То есть мы можем поцарапать просто, да? Металлические Вы видите? Там есть Да-да-да-да Я вижу, остаются Если вы это используете Будет не очень красивее Это маленькие-маленькие волосы Которые там То просто сотрем его Да, это будет Хорошо Хорошо? Вот Там, может быть, мы делаем С этим Так, это бойлок или что? Это полотенце Что это такое? Старое полотенце Ага, полотенце Махровое, да? Я правильно понимаю? Что это махровое полотенце? Я больше не использую Знаю Что этот пыл Чтобы скрозь и смести Да Понятно Только это и все Так Потому что они, как сказал, очень часто Упс Ничего, все хорошо Потом Мы можем использовать этот Вот такая штука Ага Вот эту штуку, как говорит Мартин Эта щеточка, она, по-моему, прорезиненная, да? Она, смотри С одной стороны, она прорезиненная Но все знают эти щетки Вот с одной стороны металлические Но уже Мартин сказал, что не надо пользоваться металлической Потому что можете повредить вот эту, как раз, основу обуви Так? Прорезиненная что? Ну Это тоже будет дать, как сказал Как я смотрел уже Тоже полосы, да? Показал уже Всегда есть линия Я использую это Вот такую старую добрую щетку Я потом скажу, почему Вот это очень мягкий И там ничего Я использую для черной обуви Но там ничего Продукт Там нет краски Нет крема Ничего Вот это лучше Потому что С тема щетка Чистая щетка Так Мы всегда хотим очень красивый черный цвет Да И для этого мы можем делать Как это или как это Вот какая-то медитация просто Я вижу, да Выбираем, да Где более черный цвет Да Ищем, как, собственно, расположен ворс Как расположен ворс Да, да, да Вот это красивый Вот так не очень Это не очень Вот я делаю Как это Надо всегда Равняем Да, как раз Чтобы цвет был Одномерный Однотонный И такую процедуру мы проделываем со всей туфелькой А потом какие-то, я не знаю Спреи Вы используете для такой обуви? Да, надо Обязательно надо Потому что есть спрей, который Водоотталкивающий Да Защитный Защитный Это обязательно надо Каждый день, каждый раз Вода, дождь или что-нибудь Было в обуви Надо еще делать Ну, чистить, конечно И потом, когда они сухой Надо делать спрей Каждый раз Это очень много Слушайте, ну у нас экономит, как правило, спрей Помните, раньше вообще в советские времена Было их не достать И что делали? Поплюешь, поплюешь И просто на щетку Ну, простите, да Как говорится, народное средство Если, как в известном мультфильме Только дядя не работает на гуталиновой фабрике Да, да, да Или только не используют эти обуви на улице Может быть, тоже Понятно Так, скажите, пожалуйста Сколько по времени Вот если замерять таймером Сколько вообще Чистка вот женской обуви Должна производить Есть какой-то регламент? Да, да, да Регламент нет Я могу делать очень быстро Ну, очень хорошо Будет чуть-чуть больше времени Понятно 10-15 минут Будет хорошо У вас есть какой-то рекорд? Вы делали, устанавливали Скольким женщин вы почистили обувь Как раз в какое-то время? Нет, да? Нет, конечно нет Слушай, ну я вот смотрю Лен, по-моему, это магия какая-то Представляешь, это же можно же девушку увлечь Как раз Девушка, хотите? На улице Девушка, можно я вам почищу обувь? Ну, раньше же, между прочим Практически на каждом углу Можно было бы встретить мальчиков Которые начищали обувь Дядя Изя в Одессе до сих пор работает До сих пор Понимаете? Говорит, иди ко мне, деточка Я тебе все сделаю Хорошо Итак, мы почистили женскую обувь Да, получается? Это у нас Выписываю Да, это Золушка Вот такая замечательная Золушка Хоть поверьте Так, дальше переходим Ну, теперь все любят у нас женщины носить сапоги Во всем мире, наверное, да? Родом откуда вы Особенно там, где холодно Надо сказать Они очень любят носить сапоги Конечно Кроме валенок можно, наверное, все делать Хотя валенки, интересно, можно чистить вот как-то или нет? Вы не сталкивались с этим? Знаете, что такое валенки? Валенки, что ли? Валенки, валенки Это не уги Это русские Это русская народная одежда Это традицион Традицион, да, такая вот Как раз обувь Это пока не естественно Окей, мы вас познакомимся Пока нет Переходим к сапогам Берем руки, да? Что мы с ними будем делать? Ну, сначала Сначала будет Здесь есть, как вы видите Много Да, да Пыли Пыли Еще Вот, еще Это моя старая полотенца Это только для пыли Не для крема, ничего Только пыли Вот И я хочу, что это будет без пыли Блестело такое Да Без пыли Это сначала Вот Здесь Ну, все хорошо Может быть, чуть-чуть Убрать Жвачка там Ну, нас любят люди Не штрафуют пока еще Идет какая-нибудь красавица И в жвачку, да Вляпалась Заляпалась И потом Этот крем нужно Открыть, помочь вам Что это за крем? Это вот тот самый гуталин? Нет, это шоколад, Леточка Хочешь ли? Конечно, нет Это не гуталин Тут написано Ох Ох Сапфир Бьюти Ох ты, батюшки Это французский бренд Ну, здесь Это с медом даже, что ли? Да Да, да, да Очень-очень важно Я же сказал, можно намазать То есть пчелы летом будут слетаться на ваши сапоги? Это очень важно, потому что это хорошее для вашей обуви Это как кожа, знаете, ну, как ваша кожа Но питается, да, нужно питать, чтобы это тоже как бы жило Как масло в ваше тело надо, в обуви тоже надо Я вижу, нет, я понимаю, что Может быть, это не мед, а воск? Многие спрашивают сейчас, действительно, Лена, я отвечаю Ну, почему мед, я поговорю Воск Я столь у пчел, который мед, но еще и воск, конечно, да Да, на основе натурального пчелиного воска, миндального масла И минеральных восков Мартин, ну вот скажите, пожалуйста Сейчас у вас, может быть, так скажем, не очень чистый эксперимент Поскольку вся обувь, она все-таки чистая Ну, вот, действительно, в нашем городе Можно прийти с улицы домой И обувь будет выглядеть совсем иначе Она будет уже посыпана не только пылью Солью зимой А соль, это вообще отдельная история, о которой я бы хотела отдельно поговорить Вот не стряхнешь уже таким полотенчиком махровым Вот так вот пыль не стряхнешь с обувью Если вы хотите, мы идем на улицу, а я покажу, как делать Ну, конечно, мы хотим, конечно, давайте мы встаем и идем на улицу Давайте Ну, сейчас Эти обуви очень чистые, потому что они очень много чистят И если вы делаете, ну, каждый день это очень много Ну, два, может быть, три раза в неделю Будет очень хорошо, и они никогда не будут Они не будут пачкаться выходить? Нет, конечно Нет, потому что, когда вы на улице, и там есть дождь или что-нибудь другое Вы садитесь в машину, просто едете и все Не только Тоже, если ваши обуви есть хорошие продукты, как этот крем, как другой продукты Они не дадут грязи прилипнуть, правильно? Да, вот, и вы едете домой, и потом вы только используете другое полотенце То есть мы каждый раз полотенце, это выбросим потом? Вот мы сейчас обувь почистим, выбросим это полотенце Это только на пил Понятно Пыль убираем, и все И другое есть для очень грязной дождя Полотенце неделька, ну, понимаете, как в старину, помните, да? Манды и санды, ну и все, и дальше поехали Давайте все-таки возьмем вот этот волшебный, да? Восковой крем Еще используем очень-очень мало Аккуратно, мало Так Вот, это очень больше Я закрываю, да? Не-не, пока нет, пока нет Потому что я покажу Не перепутайте, вот, Мартин, вы правда нельзя черным мазать на коричневое, да? Иногда просто некоторые люди Вот просто берите, не ленитесь, пожалуйста Именно коричневое, потому что потом вы просто замучаетесь это убирать, расформировываете Поехали, ага Вот, а я делаю чуть-чуть Крем Ну Вы распределяете его под сапогом Проверьте Так А сейчас это очень просто Ну, есть тоже чистить обувь по-королевски И там это 45 минут Ну, будет очень-очень, как, бриллиантно Блестящее, да? Блестящее, да? Блестящее, это просто Очень То есть 45 минут чистка обуви по-королевски должна занимать 45 минут Ни больше, ни меньше Это такой ритуал Ну, может быть, меньше, но может быть, больше тоже А трагических не было случаев Ну, это, наверное, все просто от размера ноги зависит, понимаешь, какая обувь У меня 46-й, поэтому, я думаю, мой тогда Тебе часа не хватит, Владимир У меня был, раньше был босс в Бельгии И у него, молодой человек, ну, молодой мужчина Был 200 паров обувь Ого И каждый день я чистил свои обуви Не все, конечно, но каждый день, если 200 есть Каждый раз он использовал, каждый раз надо чистить Абсолютно чистить, по-королевски Барсин, ну, вот вы профессиональный батлер А в ваши обязанности входят чистка обуви? Еще В обязанности батлера входит ли чистка обуви? Да, то, что Лена спрашивает Ну, как, вы же занимаетесь сервировкой Вы рассказываете, как завязывать галстуки Как вообще соблюдать этикет Как часто вы как раз вот чистите обувь? Это очень важно, потому что это тоже имидж Босс Он, он надо всегда быть в хорошем костюме Хорошей галстук, хорошей рубашкой Ну, если обувь не красивой и нехорошей делали Вот это большой проблем Это наша шипка Как батлер Это очень-очень важно Понятно Не закрываем Нет, потому что здесь, как вы видите, есть маленькие Да, такие дырочки как раз Для этого я не могу делать с этой ткани Неудобно Надо маленькие щетки И маленькая щетка Там как-то ювелирная работа Там в граммах Измеряется количество крема И там мы делаем Сначала Заполняем как раз эти штуки Дырочки Кремом Аккуратненько Мартин, ну вот этот режим ухода за обувью О котором вы нам рассказали Он, наверное, подходит для людей Живущих в Бельгии, в Англии Вероятно, для людей, живущих в России Нужен какой-то более интенсивный режим ухода Быстрый, у нас нет 45 минут Понимаете, мы все очень быстро делаем Мы просыпаемся Понимаем, что опаздываем Быстро завтракаем Да, и в то же время Погодные условия, обстановка на улицах Тоже заметно отличаются Я понимаю У нас в Бельгии, в Европе Тоже не все делают, как это Я, как Маша Дом, всегда делаю Потому что для меня обувь очень-очень важна Ну, есть эти процедуры Которые мы можем делать в 2 минуты только И 2 минуты это, ну, это абсолютно минимальный Я просто все, вот я знаю, вот наши сообщественники ругаются Ну почему, я сейчас только что был там где-то, не знаю, в Париже, в Лондоне Я гуляла, у меня были абсолютно чистые ботинки Я их там один раз почистил перед перелетом туда И вернулся в них Здесь же это действительно необходимо делать каждый день Да, вы с этим уже столкнулись, вы же достаточное время живете Ленивые люди просто живут в России иногда, понимаете, поэтому Там люди Как раз не ленивые, невозможно быть ленивыми Каждый день чистят свою обувь В хорошем смысле Поэтому сегодня мы пригласили нашего замечательного гостя Для того, чтобы провести мастерство Что делаем дальше? У нас еще, вот мне вот, понимаете, низ подошва, она тоже немножко, да Все есть Все есть, да? Очень хорошо Так Ну, потом надо подождать два минут Чтобы крем будет, да, все хорошо И потом мы будем полировать Окей И в этой щетке надо всегда делать один цвет Это для моей черной, это для коричневой Коричневой Вот И потом мы делим Не надо делать очень крепко Очень крепко, да Не надо делать Это очень плохо для кожи Потом Только как это Как будто бы играть на виолончели просто Вот это так здорово А как часто вы меняете сами щетки? У них же тоже какой-то срок годности есть Эта щетка уже, я думаю, 7 лет Ага И смотрите, это всегда как новый А кто научил вас вообще вот чистки обуви? И у меня отец научил, да Сначала самый первый человек была мама Мама Все-таки, да? Да Ну, не как это Мама хорошую учила, очень хорошо Но потом я учил еще больше, еще лучше Когда я работал для королевской семьи в Бельгии Потому что там я делал, как мама показала А я там королу не очень любил Он сказал, может быть, мы делаем в другой По-другому, да? По-другому, вот Мартин, у нас не так много времени Давайте оставим женщин в покое Я имею в виду их сапоги А все-таки перейдем к основным Потому что все-таки мы защитники Мы все-таки покоряем сердца женщин Давайте вот что на мужской обуви мы можем сделать буквально Это лакированная, да, мужская обувь? Лакированная обувь Это не лакированная? Это не лакированная? Это вы так ее надраили? Это натуральная кожа, да Слово надраили нет в бельгийском языке, понимаешь? Соответственно, конечно Поэтому перейдем сразу же Начистили до блеска Молодец, выкрыть у вас, как всегда Ну что ж Вот, первый, как показал Чистим Чистим Здесь тоже очень важно Сколько вообще способов? Королевский есть, да? Я знаю, есть армейский Ведь в армии тоже или кто-то им чистит? Да, есть другой тоже, когда мы... У нас-то в российской армии все делаем сами, да Вот, это мы делали, мы чистили этот ткань Потом нужно, это футболки Все в дом, да, конечно Все в дело, действительно, да Все правильно Ну, очень удобно, потому что это стретч Это очень хороший Надо чистить Чистить тоже И потом это новый дизайн Знаете, это... Отличный, мне кажется, это просто... Отличная мысль Так что, друзья, представьте, сегодня Футболка, Леточка Аааа Какую сегодня нам Мартин представил Не выбрасываем старые футболки Это бельгийский дизайнер, я всегда скажу То есть у нас сегодня такой мастер-класс Два в одно Мы чистим обувь и создаем дизайн новой футболки Мы до челков не дойдем, к сожалению Не только наголо можно надевать Потом, да? Да-да-да, я покажу быстро Вот, здесь тоже, как показал уже Я быстро делаю сейчас Так, намазывайте все пространства Мы проделываем тоже протедуру Мы намазываем кремом Она впитывается Я думаю, нас просто очень многие зрители не поймут Мы начищенные до блеска ботинки Чистим еще раз Неправда, Лен, да, если честно Я вот стою здесь не просто так и в очках, тем более Я все понимаю То есть ты уже засчитал там все предметы? Мартин просто сказал Да, вот Не совсем Не совсем Да, не совсем Не по-королевски Процентов на 30 Не по-королевски начищенные Я поняла Ну, вы знаете, есть такие продукты У вас тоже, в Европе тоже Но они очень плохо Если этот продукт будет в обувь Это только продукт Это, ну, бутылка Вделите этот продукт И два минуты потом Все Все закончено Автоматически Да Это очень плохо Автоматически мы не делаем Да У нас только ручная работа На мастер-классе Я вот переживаю Мы все-таки должны обязательно раскрыть секрет Вот чул Мы успеем Что мы можем делать с этим Расскажите Быстро-быстро Чтобы я могу показать Понимаешь, тут еще коричневые и черные чулки Понимаете? Ну, потому что тоже, вероятно, разные обувь Это очень трудно видеть Но вы видите? Там есть маленькие линии Это потому что я использовал И слишком Много Много крема Да Для этого надо Женские Женские Колготки Именно женские Может быть Наши детские Непуда идут Которые входили в детский сад То есть после ограбления банка Мы снимаем чулок с головы И дальше используем его А если у вас есть Вы можете тоже У меня нет К счастью Нет Так это капрон Мне не видно отсюда Это капрон? Это капрон, да И что мы делаем Мы делаем этот крем Слишком тепле Как это? Еще раз Впитывается, да? Да-да-да Трем-трем Разогреваем И как вы сказали Что там лед Мед Есть? Ну, воск 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 Это будет тепле И если это будет тепле Эта линия Будет Слушайте Это просто Это новый способ Я даже не знал его Но Мартин Сегодня мне его подсказал Я думаю, что завтра Все, я перехожу На деловую обувь Хотя я очень люблю Спортивную обувь Из ноутбука А если Это только Нормально чистил Так Если я делаю По-королевски Это будет Как зеркало Зеркало То есть вы должны В состоянии Увидеть Остражаться Сейчас чуть-чуть Видите Но если я делаю По-королевски Будет Отражение Ну, то есть видно Как у меня в очках Видите Кстати, очень удобно То есть зеркало Всегда с собой Слушайте, я вот Я понимаю Нам говорят, что уже Время К сожалению Скажите Вот скажите Вот это Что такое Здесь В обуви Есть Это очень трудно Идти Ложбинки Такие А, это стыки Стыки, да Мы чистим Стыки в обоих Лена Здесь Ложбинки Как ее называют Щетка Для зубов Зубная щетка Зубная щетка Это можно тоже Использовать Вы делаете Только Используете Только Чуть-чуть И вы Там Едете Ну что ж Я понимаю Что Время Неумолимо Движется Вперед И если Вы хотите Оказаться В прошлом Именно Во времена Нашей Любимой Клеопатры Когда Именно Она Придумала Первую Чистку Обуви Или Может быть Во времена Когда Появился Замечательный Наш гость И оказаться В Бельгии То Всегда Включайте Канал Теледом У нас Всегда Интересные Гости Которые Рассказывают Как Чистить Обувь Женскую Мужскую Сегодня Мы научились Применять Старые Футболки Вот эти Колготки Но самое интересное Мы поняли Что действительно Наша обувь Это проявление Нашего характера Мартин Спасибо огромное Вам за то Ну да Спасибо огромное Потому что Каждый раз Приходя сюда Вы учите нас Чему-то такому Что вроде бы просто А на самом деле Является королевским шиком Огромное спасибо Я надеюсь Что мы еще не раз С нашим гостем Напомню Сегодня в гостях У нас был Мартин Богрес Генеральный директор Компании Богрес Батлер Мы увидимся Увидимся теперь В половине второго Так что не переключайтесь До встречи